МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, любые вопросы, касающиеся здравоохранения, вы можете прямо сейчас задавать по телефону. И мы в ближайшие 45 минут ответим на них на телеканале Видное ТВ. Прямой эфир. Меня зовут Татьяна Кременецкая. В нашей студии гость заместитель заведующего отделом территориального управления номер 12 Министерства здравоохранения Московской области Василий Владимирович Улога. Пожалуйста, звоните нам в эфир, задавайте свои вопросы, напомните телефоны 8-495-541-2540 и 8-495-541-2525. Их вы видите на экране. Василий Владимирович, мы разговор с вами начнем с темы кроводачи, с темы донорства. По статистике России на тысячу человек жителей приходится менее 20 человек доноров. Для того, чтобы обеспечить этим материалом больницы, необходимо 40-60 человек на тысячу человек. Так ли обстоят дела в Ленинском районе, как во всей России? Если да, то как справляются с этим больницы? Во-первых, добрый вечер всем жителям Ленинского района, тем, кто нас смотрит. Хочу поздравить с прошедшими праздниками защитников Отечества, наших милых женщин. То, что касается темы донорства, знаете, вот цифры, цифры не говорят ни о чем. 40 человек, 40-60 человек на тысячу, это каких доноров? Если опираться на эти цифры, у нас в районе примерно такие же. У нас порядка 3800 доноров, но из этих почти 4000 доноров только 100 с небольшим, где-то 130-140 человек, это активных доноров. Ну, в зависимости от года, один год чуть больше, второй год чуть меньше, это те доноры, которые регулярно, с регулярностью, раз в два месяца сдают кровь. Все остальные так называемые резервные доноры, которые находятся на случае каких-то чрезвычайных ситуаций, которых всегда можно пригласить в кратчайшее время. Люди, которые, да, они периодически, но они, скажем так, реже, гораздо реже сдают кровь, либо имеют большие промежутки. То есть, ну, это тот резерв, который нужен вот именно на чрезвычайной ситуации. При всем при том, что все лечебные учреждения имеют определенный запас крови, компонентов крови, которые, ну, на первое время могут быть востребованы. Опыт показывает, что мы ни от чего пока на сегодняшний день, к сожалению, не застрахованы. Вот опыт работы даже наших учреждений, нашей больницы, связанных, ну, всех в памяти еще пока теракт в Домодедово, когда мы активно принимали пострадавших. То есть, вот тот запас крови, который у нас имеется в отделении переливания крови, он был нами, ну, скажем так, поднят и приготовлен к работе. Поэтому на первое время проблема этой не существует. Она существует в дальнейшем. Я вас поняла, наша съемочная группа побывала в отделении переливания крови. В каком режиме работают медицинские работники и доноры? Я предлагаю сейчас посмотреть и увидеть нашему сюжету. Отделение переливания крови в Видновской районной клинической больнице существует с 1984 года. Общее количество зарегистрированных доноров на сегодняшний день около 4 тысяч человек. Регулярно посещают более 130. Среди них и Пушкова Лилия Сергеевна, жительница города Видное. Все прошло нормально. Как бы нам полезно и людям хорошо, которым мы помогаем. Приходите, сдавайте кровь. Человеку полезно, что обмен крови происходит. А пациентам, которые мы сдаем, тоже помогаем людям. Кому-то переливание делают, что-то еще какие-то. Наверное, лекарства делают из нашей крови. А вот Женя Потапкина, медицинский регистратор отделения, сегодня сдает кровь в первый раз. Конечно, волнуется. Но осознание того, что это нужный и благородный поступок, придает ей силы и уверенность. Было очень страшно. Но это на самом деле не больно. Это моя первая кроводача. Я думаю, я буду сдавать регулярно. Помогать людям. У меня родители сдавали кровь часто. Но, правда, в другом городе. И я тоже решилась. Столько аварий происходит в мире. Столько кровопотерь. Даже деткам в роддоме, когда рождаются, очень часто нужна кровь проженицам. В год отделение переливания крови заготавливает 300 литров инфекционно-безопасной донорской крови, которая используется в Видновском перинатальном центре и в Центральной клинической больнице. Донор, сдавший кровь, имеет право на два оплачиваемых отгула по месту работы и в кассе больницы получает 500 рублей. Но к значению такого необходимого для спасения человека биоматериала нужно подходить ответственно. Нужно выспаться хорошенько, за неделю соблюдать диету, в которой надо исключить жирное, копченое, сладкое. За 72 часа исключаются спиртные напитки, включая пиво. Еще доноры не должны пить газированную воду, такие как фанта, попсикола. И, в общем-то, есть здоровую пищу. Отделение переливания крови располагается на первом этаже Видновской районной клинической больницы. По всем вопросам можно обратиться по телефону 8-495-541-97-22. Людмила Медведева, Владимир Бижонов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ. Василий Владимирович, Вы сдавали кровь? Да. Вы как медик? Ну, я первый раз сдал в возрасте 18 лет, потом периодически, официально зарегистрированных, больше 10 раз. Всем ли можно стать домом? Каждому человеку от 18 до 60 лет может стать домом? Вы сами уже сказали, да, возрастные ограничения. Есть, естественно, противопоказания, связанные с состоянием здоровья. В первую очередь, это перенесенные инфекционные заболевания, ряд, которые являются абсолютным противопоказанием. Ну, соответственно, ВИЧ нынешний, это ВИЧ-инфицирование. Почему в настоящее время и есть ограничения по регистрации? То есть, не у всех берут кровь у людей, не зарегистрированных в данном направлении. Расскажите, почему? Потому что не все же люди живут по месту регистрации, но, в принципе, могут быть потенциальными. Ну, понимаете, несмотря на то, что кровь обследуется, кровь сейчас, если, скажем так, еще буквально 20-25 лет назад было понятие переливания теплой крови, прямое переливание от донора к реципиенту, сейчас это категорически запрещено. То есть, прежде чем кровь поступает к больному, поступает в лечебное учреждение, она проходит карантин, она тщательно обследуется. И, понимаете, когда появляется донор, не зарегистрированный в данной местности, не дай бог, выявляется зараженная кровь, мы же не бросаем человека, нужно найти этого донора. А если он, скажем так, транзитом у нас приехал, сдал, уехал, где его искать на просторах необозримой Российской Федерации, а не дай бог, СНГ. Поэтому, ну, к сожалению, жизнь нас заставляет. Когда-то, да, я помню, я точно так же сдавал, независимо от места регистрации, была необходимость, просили с учетом моего отрицательного резус-фактора, почему я являюсь резервным донором, то есть, кровь, скажем так, относительно редкая за счет резус-фактора, поэтому и раньше с этим было проще. Ну вот и возможно ли заразиться от донора? Давайте продолжим эту тему. И миф развеем, можно ли заразиться от донора, который может не знать, что он болен, и можно ли заразиться, сдавая кровь? Ну, во-первых, давайте, возможно, в этом мире, возможно, все в этой жизни, но я уже вот, я всегда говорю, давайте мы не будем паниковать, давайте мы не прятаться в бункер и не защищаться от этого всего. Да, возможно, но пользуется при переливании непосредственно. Все системы, все, что касается тела донора, оно все одноразовое, поэтому повторно оно не используется. Значит, здесь источник заражения невозможен. Вся кровь, я уже говорил, она обследуется, поэтому, да, невозможно все предусмотреть. Да, возможно, какие-то варианты, когда донор, ну, находится в стадии, скажем так, инкубационного периода, вот он сегодня заразился, не зная об этом, сдал кровь, возможно, то есть мы это не исключаем. Но, скажем, это настолько минимальная вероятность, да, конечно, есть грубые, я иначе как преступлением это не могу назвать, когда недообследованная кровь переливается, когда компоненты крови неправильно хранятся. Ну, это преступление, знаете, ну, к сожалению, у нас с преступностью надо бороться, поэтому не надо бояться, вот именно донорство. Знаете, вот даже есть, вот само слово донор, это вот дающий, вот если его перевести, мы как-то так привыкли, донор-донор, донор-донор, но человек дающий, это вот моральный, вот прозвучало в сюжете, 500 рублей человек получает, но вот я хочу сказать, что это 500 рублей, это на дополнительное питание. Все доноры у нас безвозмездные, вот за последнее время у нас нет возмездных доноров, людей, которые приходят сдавать за деньги, вот честь и хвала им. У нас на сегодняшний день больше 400 почетных доноров в районе, как Советского Союза, так и России. Есть люди, которые больше 50 раз сдавали кровь. Опять же, вот еще раз говорю, я кланяюсь, снимаю шляпу, которой на мне сейчас нет перед ними. Это люди, которые, они дают жизнь другим. Прозвучало мнение в сюжете донора, что у донора обновляется кровь, так ли это? И не вредит, но есть мнение, что вредит сдача крови человеку с не очень сильным, так скажем, здоровьем, так ли это? Ну, знаете, давайте, во-первых, оценивать свое состояние здоровья реально. Конечно, человек, ну, есть, скажем так, предельно минимальная масса тела человека, с которой можно сдавать. Ну, поскольку кроводача, это в любом случае, это потеря жидкости. Что такое 400 грамм крови? Это 400 грамм жидкости. То есть человек должен, не менее 50 килограмм, да? Ну, 45 считается. 45 килограмм должно быть живого веса. То есть, нет, ну, скажем так, не живого, а человеческого веса. Вот, понимаете, что такое 400 грамм? Это вроде, ну, кажется, немного, но это 10% циркулирующей крови. Почему вот всегда перед сдачей крови людей поят чаем? В обязательном порядке, где бы ни сдавал. Временные ли это пункты сдачи, передвижные какие-то, либо это стационарные, всегда людей поят чаем. Всегда рекомендуется в течение, там, 1-2 дней после сдачи чуть-чуть увеличить количество выпиваемой жидкости. То, что касается вреда, кровопотери, ну, вспомните художественную литературу, исторические факты. Чем лечили? В средние века. Кровопускание, пиявки, кровопускание. Это один из методов, как говорили, выпустить дурную кровь. Ведь части клеток крови, тех же эритроцитов, они, умирая, депонируются в печени, в селезенке, они выводятся. Они выводятся, они не приносят вреда рецепиенту, тому, кому вливается их, то минимальное количество, которое есть. Но для донора это, скажем так, плюс. Я вас поняла. И к нам начинают поступать вопросы. Вот там Людмила Васильевна пишет, диабетик второй степени два месяца отказывают выписывать рецепты на лекарства. Как ей поступить? Куда обратиться? Значит, не второй степень, диабет второго типа. Второго типа. Ну, вот за что купила, за допринай. Я понимаю, диабет второго типа. Ну, нужно прежде всего, понимаете, вот эти вопросы. Я могу сказать, что лекарства есть, человек говорит, что лекарств нет. Здесь нужно разбираться конкретно, о каком препарате идет речь. Предлагалось ли что-то в качестве альтернативы. Вы понимаете, ведь зачастую бывает как. Человек обращается, говорит, нет лекарств. Начинаем выяснять. Да, он привык на протяжении нескольких лет, он принимает один и тот же препарат с определенным торговым наименованием. Он приходит к доктору и говорит, вот мне нужно выписать такой-то препарат. Ну, отвлечемся немножко от диабета, банальный препарат, который мы все, у всех на слуху, мне нужен аспирин. Доктор говорит, аспирина нет. Пациент разворачивается, уходит, лекарств нет. И вместо аспирина есть ацетилсалицевая кислота. Один не доработал, второй не досказал. Поэтому я считаю, что нужно в первую очередь обратиться к своему лечащему врачу, либо к заведующему поликлиникой и просто посмотреть, о чем идет речь, есть ли возможность замены, если нет возможности замены. Ну, мы знаем, мы уже говорили об этом, что и слышим это по телевизору из доклада федерального министра Вероники Скворцова и президенту вопросы импорт-замещения. Порядка 70% на сегодняшний день лекарственных препаратов это отечественного производства, поэтому будут меняться торговые наименования, будет исчезать какая-то доля импортных препаратов, ну, скажем так, торговых наименований импортных препаратов. Вот опять же, к вопросу об аспирине. Есть понятие международное непатентованное наименование в качестве аспирина, а порядка 10 препаратов, 10 торговых наименований, которые даже мы знаем с вами. Это тромбоаз, аспирин, ацетилсалициловая кислота, господи, аспирин у пса, это все торговые наименования, действующее начало, ацетилсалициловая кислота. И препараты эти есть под разными наименованиями, поэтому нужно просто обратиться к врачу и посмотреть. К своему вот Людмиле Васильевне мы рекомендуем сначала обратиться либо к своему врачу, либо к заведующей поликлинике, заведующей отделением. Еще раз, адрес есть у нас? Адрес нет, не указалось. Вот поэтому трудно сказать, кому, если это в сельской местности у нас к заведующему амбулатории. То есть нужно просто посмотреть, о чем идет речь. Если нет вопроса замены, есть порядок индивидуальной заявки. Да, вот еще Валентин Сергеевич Мерещенко, поселок Развилка, 85 лет, задал вопрос сегодня днем. Знаю, что вы к нам придете. В прошлом году я получала лекарство за полстоимости, как друженик ТВ, в этом году перевели на бесплатные лекарства. Кроме того, в местной поликлинике открыли аптеку. Но фармацевт уверяет, что нужных лекарств нет, и не ее обязанность заказывать эти лекарства. То есть улучшение привели к тому, что свои льготные лекарства я получить не могу. Жалуется Валентин Сергеевич. Ну, Валентину Сергеевичу хочу сказать, значит, немножко уточнить вопрос. Аптечный пункт, он как существовал, так и продолжает существовать. Просто изменилась форма собственности. Если раньше это была, скажем так, добрая воля частной компании, сейчас это государственное учреждение, Мособлмедсервис, который у нас в детской поликлинике, во взрослой поликлинике точно так же сменился собственник. Так и осталось все то же самое. Да, действительно, фармацевт, он прав, он не заказывает лекарственные препараты. Лекарственные препараты заказывают учреждения. Опять же здесь, ну мы, к сожалению, не знаем, о чем идет речь, сколько он не получает. Нужно решить вопрос с участковым врачом. Заказ, заявку на лекарственные препараты делает учреждение. Поэтому дело фармацевта только отпустить. Вот он еще уточняет, большая просьба, чтобы главврач развилковской амбулатории назначила часы приема, в котором можно было обратиться к ней с данным вопросом. Видимо, пробовал уже обратиться, слышал, что она работает в видном, и к ней очень сложно попасть. Ну, в данный момент я могу сказать, что Елена Валентиновна Зинатульна, которая пока совмещает должность руководителя, но у нас после прошедшей реорганизации у нас сейчас нет главного врача, у нас есть заведующий амбулаторным отделением в поселке Развилка, а она же является заместителем главного врача по поликлинической работе. Телефончик 541 46 12, можно записаться к ней на прием. Единственное, хочу сказать, сейчас она находится на плановой учебе, мы все раз в пять лет учимся, поэтому я думаю, что этот вопрос можно решить с ней. Напоминаю Валентину Сергеевичу телефон 541 46 12. В конце концов, если нет возможности, я не могу сейчас точно сказать, как долго еще Елена Валентиновна будет учиться, он может записаться на прием к главному врачу районной больницы, к чьему подчинению и амбулаторное отделение Развилки. Виктор Петрович по этому же телефону. Приходят вопросы, переехала ли скорая в новое помещение, спрашивают. Анна должна была переехать? Она давно переехала. Я имею в виду, речь идет об улице Центральной, но, наверное, Анна уезжала из города и долго отсутствовала. Но у меня, тем не менее, идти еще вопрос на эту же тему. Как вызвать скорую помощь? Не у всех это, видимо, получается сделать. Да, есть беда, в первую очередь, от новых наших микрорайонов, в частности, Бутово парк, микрорайоны, прилежащие к городу Москве. Звонки по телефону 03 103, они выходят на Москву. Поэтому я прошу всех записать городской номер телефона. 541 38 22, код 495, или телефон 112. Самое оптимальное на сегодняшний день – это телефон 112. Потому что даже попадая на Москву, диспетчер службы 112 даст телефон. Это единая служба помощи, да, чтобы не случилось, туда звонят. И туда же можно звонить, если нужна скорая помощь. Если вдруг попадаешь в Москву, то как понимать, что ты попал не туда? Нужно не сразу говорить, что, видимо, мы не знаем. Да, ну, во-первых, существует правило вызова скорой помощи. Давайте напомним. Да. Иногда люди обижаются, что долго спрашивают, расспрашивают, задают какие-то вопросы. Но я, имея опыт работы на скорой помощи, довольно-таки длительный, самому приходилось принимать вызовы. Знаете, как я говорю во всех случаях, в любой сложной ситуации не нужно паниковать. Нужно собраться хотя бы на короткое время и ответить на все вопросы диспетчера. В первую очередь, что случилось, где случилось и с кем случилось. Причем с кем случилось, мы сталкивались, ну, будучи терапевтом по основной специальности, зачастую, ну, дети для нас, дети в любом возрасте, когда звонит мама и говорит, моему ребенку плохо, срочно присылайте врача. А ребенку 48 лет? А ребенку. Ну, и 48 лет бывает, поэтому давайте соберемся и просто спокойным голосом попытаемся. Как правило, вот в 90% случаев тех действительно скоропомощных, где нужна моментальная обратный ответ, диспетчер отправляет бригаду, у нас работает три диспетчера, и в сложных случаях один диспетчер собирает информацию, бригада в этот момент уже выезжает, поэтому не нужно думать, что задав там 5-6 вопросов, только после этого бригада выйдет. Зачастую, после первого же уточнения места, особенно это касается происшествий на улице, постарайтесь поподробнее объяснить, где это, по возможности встретить новые районы, массы сейчас садоводческих товарищей. Когда мы не успеваем, служба скорой помощи не успевает следить за адресами. Зачастую мы населенные пункты, ведь даже сейчас из общей статистики мы сталкиваемся, отдав половину района в Москву, до сих пор к нам приходят обращения, в том числе и из федеральных органов, касающихся территории ушедших, которые до сих пор где-то в каких-то документах проходят еще как Ленинский район. Поэтому, ну давайте вот 30 секунд, одна минута, она погода не сделает, но она ускорит действительно обращение. И самое главное, прошу, давайте мы будем, то о чем мы говорим об этике, деонтологии со стороны медицинских работников, давайте мы сами, обращаясь к медикам, ну постараемся сдерживать свои эмоции. Как это раньше говорили, будем взаимовежливы. К вопросу о том, что не успеваете отслеживать адреса. Город растет, и вот есть вопрос о нехватке специалистов. Существует ли такая проблема? Ну мы уже об этом, да, говорили, говорим, и к сожалению, вот я 30 лет работаю, в следующем году будет 30 лет врачебной деятельности, и 30 лет я слышу о дефиците врачей, о дефиците специалистов. Да, эта проблема есть, да, город растет, но есть и, скажем так, та сторона вопроса, которая зависит и от нас, жителей. Я уже себя позиционирую с другой стороны, не со стороны врача, а со стороны жителя. Мы почему-то привыкли и помним о наших правах, о праве на медицинское обслуживание и так далее, но мы забываем о своих обязанностях. Я не говорю уже об обязанностях следить за своим здоровьем, это отдельная тема разговора. Зачастую это касается новых микрорайонов. Люди, приезжая сюда к нам, они требуют, обращаются к нам за помощью, жалуются на нехватку врачей, при этом они не прописываются, не регистрируются на данной территории, сохраняя регистрацию. Еще могу объяснить регистрацию в Москве, но когда регистрация Пензенская, Смоленская, Липецкая, Тюменская, ну вся Россия. Это как-то осложняется. Вся Россия. Все дело в том, что государственное здравоохранение, оно нормативное, оно в должности вводится на прописанное население. Также скорая помощь. Есть норматив, одна бригада на 10 тысяч прописанного населения, понимаете, поэтому у нас иногда есть жалобы, ждем долго скорую. Начинаем выяснять, по факту прописано 10 человек, проживает 1000. Кого винить в это? Ситуацию не спасает прикрепление к поликлинике? Спасает. Но, понимаете, прикрепиться доктор тоже, доктор он человек. Это не машина. И машину-то нельзя, вот не зря существует, да, грузоподъемность машины. Больше нельзя нагрузить. Так и доктор. Ну немножко может быть грубовато, но есть грузоподъемность у доктора. Вот не зря вводятся нормативы. 15 минут на прием одного человека. Давайте посчитаем, сколько за 6 часов врач может принять. Сколько он может принять за год. Поэтому и существует участковая служба. Полторы тысячи семьсот человек на участке. Максимум, что закон позволяет нагрузить, еще 15%. Все. Дальше. Либо мы получаем доктора, который, ему бы успеть бы просто вот приподнять голову, потому что нужно и документацию уж оформить. У нас есть жалобы, обращения, неправильно оформленный больничный лист, не вовремя выписанный рецепт, неправильно выписанный рецепт приходится переписывать из-за того, что повышенная нагрузка. То есть тут прописавшись, когда мы будем иметь, мы не можем, мы имеем право отказать человеку в прикреплении, который не зарегистрирован на данной территории. То есть если нагрузка превышает допустимые 15%. Если человек зарегистрирован, мы не имеем права отказать ему в прикреплении, потому что он житель данной территории. А соответственно появляясь эти люди, вот представьте, построили дом, полторы тысячи человек заселилось. Они все прописались. Как минимум два человека в семье. Готовый участок. В среднем, ну да. Готовый врачебный участок. Под это дело мы имеем полное право, людей мы прикрепляем, мы формируем врачебный участок. Вопрос другой — найти специалиста, пригласить. А вот давайте сейчас про то, как найти специалиста. Все-таки в Ролинском районе появляются новые больницы. Должны 1 июня. Июня, правильно? Июля. Давайте правильно называть учреждение поликлиника. Поликлиника. Да, должна открыться. И на территории ЦРБ строят какое-то помещение. Что это за стройка? Что там будет? Тоже расскажите. Давайте мы начнем с того, что... Открывается новая поликлиника. Наконец-то, да. Наконец-то компания «Мортон» закончила. 25 декабря приняла в эксплуатацию, сдали в эксплуатацию здание поликлиники в микрорайоне Бутово-парк. В поликлинике смешанного приема сейчас идет, ну, скажем так, бюрократическое оформление документов, поскольку в свете нынешнего законодательства застройщик должен передать поликлинику Ленинскому району в соответствии с инвестконтрактом. Район в соответствии с 323-м федеральным законом должен принять поликлинику в свою собственность, затем передать ее в областную собственность. Плюс параллельно поликлиника — это поликлиника. Это четыре стены, крыша и, как я говорю, железо в виде оборудования. Значит, нужно набрать специалистов. Для того, чтобы набрать специалистов, учреждение должно быть зарегистрировано, то есть иметь лицензию. Поэтому все это идет сейчас параллельно. В планах у нас 1 июня открытие. Принимаете вы уже первых посетителей 1 июня? Ну, давайте оставим праздник праздником, трудовые будни трудовыми буднями. А где вы берете специалистов, если их не хватает даже здесь, в районе? На сегодняшний день мы приглашаем. Есть обращение со стороны часть жителей микрорайона Бутово-парк, то есть там есть медицинские работники. Которые уже желают работать. Которые, да, обращаются к нам. Поэтому приглашаем. Есть уже кадры подготовленные, которые работают, в том числе и на территории Булатниковского поселения, в других учреждениях. Ну, к сожалению, пока очереди у нас нет. Нет, но, по крайней мере, я думаю, что мы, если у нас все сложится так, как запланировано, если не произойдет каких-то, к сожалению, поликлиник многострадальных, мы ее открыть должны были еще в прошлом году. Да. Ну, по ряду причин мы открываем ее в этом году. Все-таки я надеюсь, что мы откроем. Начнет функционировать. И думаю, что 2 июня мы примем первых посетителей. Лучше бы, конечно, всем здоровья и оставить нас безработными. А что строят у центральной районной больницы? На территории районной больницы строится инфекционный корпус. Это тот больной вопрос, о котором на протяжении многих лет все помнят нашу, не знаю, многострадальную, заслуженную. Инфекцию. Инфекционное отделение. Это первая больница нашего города. Это, знаете, вот, если бы была бы возможность, ее бы оставить как памятник. Как музей. Как музей. Это, знаете, у нас осталось немного. Это первая и вторая школы. И первая больница. Улица Заводская и первая больница. А тем более там был роддом. Нет? После того, когда построили районную, центральную районную больницу здесь на Заводской, там был родильный дом. Потом со строительством родильного дома, сейчас перинатального центра, мы, мы, нас тогда еще не было здесь. Да, новое инфекционное отделение. Когда у нас заработает новое инфекционное отделение? Значит, общестроительная работа мы рассчитываем в соответствии с контрактом, с договором. Это конец декабря 2016 года и надеемся, что в 2017 году он начнет уже функционировать. Но опять же, понимаете, это опять же обязательство района. Ну вот, к сожалению, наше законодательство таково, мы не имеем права нарушать законодательство. Конечно, никто не имеет права на это. Хотя иногда и нарушают. То есть, корпус будет построен, отделение будет сдано, принято районом, затем процесс передачи, до лицензирования по новому адресу. Но тут чуть быстрее процесс должен пройти. И оно должно функционировать. И мы избавимся от тех, ну, не хочу сказать ужасов, но, скажем так, несколько некомфортных условий. А вот это детское отделение? Да, это отделение, опять же, смешанное. Ну, как оно, условно смешанное. То есть, там будет разделение на детское и взрослое боксы, блоки. Естественно, в одной палате дети со взрослыми лежать не будут. Скажем так, нам повезло, мы попали еще в благоприятные условия при проектировании данного корпуса. Это будет практически полностью боксированный корпус. То есть, это будут боксы на одного-двух человек. То есть, то, что позволит нам изолировать инфекции. Да, приходят вопросы. Почему маленькая закупка льготных лекарств? Вот такой есть вопрос. Что скажете? Что есть маленькое? Видимо, да, не хватает поддержку. Я, наверное, могу немножко пояснить. Помните, мы с вами в январе был вопрос о лекарственных препаратах для детей до трех лет и многодетных. Я тогда говорил, что вроде бы есть решение. Точнее, не вроде бы, есть решение. Оно сейчас на исполнении. И я ставил сроки апрель месяц. Было такое, да. Что должно быть такое решение. Как оказалось, я плохой провидец. Вопрос решился уже к февралью месяцу. То есть, первые закупки прошли в феврале месяце. Беда в чем, что на протяжении нескольких лет эта категория пациентов, будем говорить так, она была потеряна. То есть, сформировать заявку, предвидеть то количество необходимых лекарств. Во-первых, эта категория, она не имеет списка. В отличие от льготных категорий других. Там, где у нас есть перечень лекарственных препаратов, по ряду заболеваний у нас есть строгий реестр больных. Все понятно с этим, да. Где можно сформировать на год вперед заявку. Здесь приходится работать малыми партиями. Пока нарабатывать базу. Насколько востребованы те или иные препараты, понимаете, не хотелось бы купить то, что не понадобится. Во-первых, закупки проводит не город, не район, не учреждение. Может быть, оно было бы проще и быстрее бы. Закупки проводит область. Для этого должна быть, ну, представляете, такая махина, должна быть выстроена логистика. Опять же, мы возвращаемся к законодательной базе. Закупки, к сожалению, у нас ни у одного руководителя нет под столом мешка с деньгами, которые мог бы быстренько вытащить оттуда деньги, побежать в фармацевтическую компанию, купить подешевле какой-то необходимый препарат. Есть порядок прохождения документов, это финансовые документы, это товар, будем называть так. И поэтому сейчас нарабатывается база. Поэтому я вот здесь хочу немножко сказать, что давайте мы все-таки настраиваться на апрель месяц. То, о чем я говорю. Что будет наработана какая-то база, будем видеть, что у вас требовано, что необходимо. Сезонность заболеваний. Вообще, ну, как всегда, все новое, прежде чем выйти на какой-то нормальный путь, мы набиваем себе определенную долю шишек. Ну, к сожалению, потеряли мы эту категорию за последние 10 лет. Сейчас нужно восстанавливать. Ну, давайте немножко терпимее к этому относиться. То, что касается других препаратов, опять же, я говорил, что малые закупки, не все компании выходят на рынок на закупки. Если обращали внимание, к сожалению, часть лекарственных препаратов, даже отечественного производства, пользуются импортным сырьем. Есть понятие жизненно необходимые лекарственные средства, на которые стоимость максимально фиксирована государством. И производитель попадает в ситуацию, когда себестоимость производства, с учетом нового курса, закупая сырье, себестоимость выше, чем зарегистрирована цена. Вот если кто-то обращал внимание, прошла информация, что фармацевтические производители обратились к государству с просьбой повысить максимальную цену. Только лишь из-за того, что они не могут работать себе в обыдях. Еще повысить. Вот тут есть у меня к слову вопрос, почему в аптеках высокие цены, Александра Николаевна. И вы уже такой учительству отвечаете. Давайте решим вопрос, о каких высоких ценах идет речь. Есть понятие, вот я уже упоминал, жизненно необходимые важнейшие лекарственные средства, женовые ЛЭС, так называемые. В каждой аптеке имеется их перечень, имеется утвержденная цена. Любой гражданин может прийти, попросить этот перечень. Я это делаю регулярно. Поскольку это моя непосредственная деятельность, в том числе и контроль за аптеками, за ценами на эти необходимые лекарственные средства. И они не могут превышать. Если только где-то мы нашли превышение, можете не мне жаловаться, можете напрямую в прокуратуру. В том числе мы из прокуратуры выезжаем, проверяем периодически цены на эти лекарства. То есть цены на лекарства кто-то контролирует? Они утверждены государственно. Цены, все остальное, все, что вне этой перечни, ну, извините, это коммерческая деятельность аптеки. Мы не можем диктовать коммерсанту, какую цену устанавливать. Так, я вас поняла. Какая категория детей имеет право на получение бесплатной путевки на санаторно-курортное лечение? Может ли получить мой ребенок, если стоит на учете у невропатолога? Я не готова ответить по поводу санаторно-курортного лечения детей. Скажем так, немножко дети не... Я все-таки больше занимаюсь взрослыми. Можно обратиться... Нет адреса? Нет, даже не представилась. Если есть возможность, попрошу маму дать координаты. Можно перезвонить сейчас. Адрес, фамилия ребенка, мамы, телефон. Буквально завтра в понедельник с вами свяжутся и вам объясним. Ответ на вопрос. Да, конечно. Так, есть еще вопрос. Есть ли у доноров бесплатный проезд? Зинаида Викторовна. Она, видимо, вспоминает какие-то времена хорошие, когда доноры пользовались бесплатным проездом в общественном транспорте. В общественном транспорте или вообще бесплатный проезд? Нет, ну, был проезд в общественном транспорте у доноров Советского Союза. Сейчас, по-моему, этого нет. Сейчас есть льгота по оплате коммунальных услуг 50%. Ну, и, в общем-то, пожалуй, что и все. Это у почетных? Да, естественно. У звания почетный донор. У обычного донора это только почетный донор России и Советского Союза. И еще к вопросу о гриппе. У меня есть маленький вопрос. У нас осталось буквально немного времени. Есть ли вторая волна гриппа, зарегистрирована ли она в районе? И сошел ли на нет грипп, которым мы так пугали всех в январе? Ну, мы, во-первых, в январе не пугали, мы предупреждали. Констатировали. Да. Мы предупреждали и обещали, что к весне, к марту, к апрелю, да, у нас он... На нет он не сойдет никогда, потому что случай отдельный регистрируется, в том числе и летом. Да, действительно, сейчас ситуация благополучная, благодаря всем тем, проведенным мероприятиям, которые были проведены в районе и в области. Это и те же внеплановые каникулы, о которых мы говорили, будут или не будут, они потом состоялись. Это и ограничение в проведении мероприятий. Это и в том числе то, о чем я говорил, что не нужно пугаться. Это обычный грипп, обычная ситуация. На сегодняшний день, скажем так, заболеваемость. Есть некоторый, так скажем, небольшой прирост заболеваемости. Он связан именно с тем, что закончились каникулы, дети опять вернулись в коллективы. Это не заболеваемость гриппом, это заболеваемость респираторными заболеваниями. Опять же, возвращаюсь, обращаюсь к молодежи. Дорогие мои, одевайтесь по сезону, весна еще обманчива, март, это отнюдь не весенний месяц в средней полосе. Поэтому можно ждать всего. Поэтому мы немножко, скажем так, прогнозируем небольшой рост заболеваемости, он возможен. Но я так думаю, что не будет того роста, того страха, который был, ну он и страх-то оказался больше страхом. Хорошо вышли. Каковы результаты? Тем не менее, случаи смерти были, к сожалению, нельзя сказать. Знаете, если бы мы поболели, как, извините за грубость, вытерли сопли рукавом и сказали, а вот он и прошел. Ну а когда у нас есть летальные случаи, к сожалению, мы не можем сказать. Да, они не превышают ту статистическую летальность. Но, к сожалению, вот, знаете, не люблю я слова статистика в отношении смерти. Любая смерть — это трагедия. Тем более смерть, скажем так, неестественная. Да, ну, она смерть и стулетнего человека, она воспринимается как трагедия для близких. Но, тем не менее, она как-то объяснима, а здесь, ну, не объяснима. Да, и я, давайте, наверное, подведу все-таки итоги нашего с вами разговора, чтобы обращаться в скорую медицинскую помощь. Лучше звонить по телефону 112, так? Да, вот три цифры, которые легко запомнить. Которые лучше запомнить, чем 03. Наверное, их нужно у себя в телефоне какой-то порядок навести 03. Кстати, я прошу прощения, что перебью. Телефоны 03 не все сейчас будут срабатывать, даже в пределах, скажем так, через дорогу от станции. Уже эта система перешла на систему 103. Это вот как один из переходов на систему 112. Поэтому лучше всего запомнить вот эти три цифры. 103, 112, в общем. 112, все, больше, ну, 38-22, если есть проблема попадания. Ну, 541, 38-22. Спасибо вам большое за такой содержательный разговор. Я напоминаю, что в нашей студии был заместитель заведующего отдела территориального управления номер 12 теми министерства здравоохранения Московской области Василий Владимирович Улога. Говорили о здравоохранении. Очень надеюсь, что вы получили все интересующие у вас ответы на вопросы. Мы прощаемся с вами. Берегите здоровье. Не болейте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова